Христос воскрес, братья и сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Пасха – это суд или оправдание и искупление? Да, мы все привыкли смотреть на Пасху как на важный праздник, и это так. Потому что Пасха дает каждому человеку оправдание и спасение, как в сегодняшней жизни, так и на спасение от Божьего суда. Но что это за суд? От чего нас спасает Бог? И вопрос Пасха – это суд или оправдание и искупление – зависит от каждого из нас, нашего выбора. Давайте посмотрим на Писание, ведь Бог говорит всегда и о суде, от которого Он нас спасает, когда говорит о Пасхе. Но Бог Отец считает, что для нас более важное – это спасение, чем суд. Он нам открывает более широко свое спасение на страницах Библии. Но и о суде не замалчивает и рассказывает о дне Господнем и о страшных событиях на земле в конце этого века. Пасха – это суд или искупление в Ветхом Завете? Когда Бог давал установление для этого праздника, для израильского народа, это было впервые. Они никогда этого не делали и даже не подозревали, что будет. И если честно, так происходит всегда, когда делаешь по Слову Божьему. Никогда не знаешь, чем это закончится, только знаешь и веришь, что все в руке Бога. Делаешь по вере. Так вот, Бог дал установление Пасхи. Почитаем Ветхий Завет книгу Исход 12 главу. Но не будем сейчас читать все. Ведь вы это сделаете дома и сами. А возьмем определенные стихи, а это 11, 12 и 13. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посухи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь над знамением на домах, где вы находитесь, и я увижу кровь и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Это книга Исход 12 глава стихи с 11 по 13. Это Пасха Господня. В стихе 11 Бог дал четкие постановления и сказал, что это Пасха Господня. Но в следующем стихе сказал очень интересную фразу. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенства в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Бог сказал, что в то же самое время, когда вы будете делать Пасху, я произведу суд, от человека до скота, и мы знаем, что так и произошло. И никто не мог Бога остановить. Бог сказал, я Господь. Это как монета, у нее есть две стороны, и орел и решка. Пасха, как монета с двумя сторонами, если есть орел, значит есть и решка. Нельзя смотреть на монету только с одной стороны, и без второй стороны монета недействительна. Пасха, как монета с двумя сторонами, если есть спасение, значит есть и суд. Нельзя смотреть на монету только с одной стороны, и без второй стороны монета недействительна. Кровь – знамение на домах. Но Бог не оставил без своего решения, ведь Бог есть любовь. И это то, что Он делает всегда. И вообще, Бог – это и есть любовь во всем его проявлении. Бог дал и спасение от суда. Это кровь Агнца. Это как ребро у монеты стороны орла и решки разделяет ребро. Это как ребро у монеты стороны суда и спасения разделяет кровь Агнца. В 13 стихе Бог сказал, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Стороны орла и решки никогда не совмещаются, и они всегда разделены ребром монеты. Стороны суда и спасения никогда не смешиваются, и они всегда разделены кровью Агнца. Внимание на суд. Бог немного внимания уделил наше внимание на суд. Всего два предложения. Когда? В сию самую ночь. Где? Пройду по земле египетской. Что сделает? Поражу всякого первенца в земле египетской. Кого поразит? От человека до скота. И над всеми богами египетскими произведут суд. Я Господь. Обратим внимание, что будут поражены как люди, так и скот и боги египетские. Когда человек принимает Пасху, спасение в то же самое время. Суд Божий на человека, скот и лжебогов. Он уделяет и направляет внимание человека на спасение. Он больше объясняет, как получить спасение и провести Пасху. И рассказывает это более детально. Новый Завет. Пасха и суд. В Новом Завете Бог говорит то же самое. Откроем и почитаем Библию. И откроем Евангелие от апостола Иоанна. Любимое место всех христиан. 3 глава стих 16. Но мы посмотрим, что Иисус Христос говорит в полноте. Стихи с 14 по 21. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 14 по 21. «Господь во многих местах говорит и о суде, и говорит в прошедшем времени, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд уже совершен, неверующий уже осужден». Суд в Новом Завете. Но Бог не делает ударения и не сильно объясняет нам, в чем суд, а говорит и уделяет наше внимание на спасение. Иисус Христос, Пасха наша, пришел не судить, а чтобы спасти. И Пасха – это не суд, а спасение. И весь Новый Завет описывает и объясняет нам спасение во Христе Иисусе. Но нам важно понимать, что нас нужно спасти от суда, и сами этого сделать мы не можем. Только жертва Иисуса Христа и вера спасает нас от суда. Откроем Писание Павла к верующим в Риме, глава 3 стихи с 24 по 26. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостемления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во времена долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Да, явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же тот, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры». Риме нам, 3 глава, стихи 24 по 27. «Закон веры. Закон, друзья, не физически придуманное, или то, что можно изменить, а закон. Как в завон гравитации, его невозможно изменить, только принять и научиться жить, или не принять разумом и отвергать и говорить, что его нет». Пасха в последнее время. «Иисус Христос говорил о времени, дне Господнем, когда Он явится, придет еще раз на землю. Это будет время, когда все будет поступать противоестественно, как люди, так и природа. Это будет время кончины этого века, который характеризуется нравственным хаосом людей и противоестественным поведением, и в конце еще и природы. И в это время вмешается Бог, и придет День Господень, который разделит этот век безнравственности, греха и будущий, золотой век. Это время описано в трех Евангелиях Матфея, Марка и Луки. Откроем Евангелие от апостола Матфея, 14 главу. Не всю главу, а немного выборочно. Стихи из третьего. Когда же сидел Он на горе Ереонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы никто не престил вас, ибо многие придут под Моим именем и будут говорить «Я Христос», и многих плестят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады моры и взаиметрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и плестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедно будет сие Евангелие и Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Это Евангелие от Матфея, 24 глава стихи из 3 по 14. «Восстанет народ на народ» Иисус говорит, что на землю придет, «Восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут глады, моры и землетрясения по местам. Это будет происходить на земле, и мы от этого не спасемся». А Марк написал в 19 стиху 13 главы, «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не была от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет». Это Евангелие от Марка, 13 глава, 19 стих. Но есть и спасение. Спасение. И в стихе 13 у Матфея написано, «Претерпевший же до конца спасется». А в другом Евангелии от Марка, 20 главе написано, 20 стих, «Если бы Господь не сократил те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». Марка, 13 глава, 20 стих. А более детально написано о тех, кто принял Пасху, спасение, у Марка, 21 глава, стихи 18-19. «Но и волос с головы вашей не пропадет, терпением вашим спасайте души ваши». Это Евангелие от Луки, 21 глава, 18-20 стих. Да, наша Пасха Христос. Те, кто пришел к Богу с искренней молитвой покаяния и верой в Иисуса Христа, в то, что Он сделал – Пасху. Бог прощает, освобождает, очищает от всякого греха и исполняет Духом Святым. Наполняет нас Духом Своим, чтобы мы могли пройти на жизненный путь и спастись от суда вместе с Богом. Пасха – это суд или оправдание и искупление. Про то, что будет происходить на земле, описано более детально в книге Откровения. Детально то, что будет происходить, как будто слова Иисуса Христа открываются в книге Откровения. И я не буду говорить много на тему этой книги. Это другая история. Но для нас более важна Пасха и спасение через Иисуса Христа. Как и Бог дал нам Библию, свое слово для спасения, и более широко Он нам открыл это. Он считает, что суды нам не так важны, нам важно спасение. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Аминь. И на вопрос, Пасха – это суд, или оправдание, или искупление, зависит от каждого из нас, нашего выбора. Выберем, отвергнем, выберем Бога Иисуса Христа и Его жертву, Пасху, и выберем, отвергнем Бога Иисуса Христа и Его жертву, Пасху, и попадем под суд. Выберем, и мы выбираем, принимаем Иисуса Христа и Его жертву, Пасху, и попадаем под оправдание и искупление. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись, или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь, и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.